Это программа «День с толком» в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте! В начале некоторые темы этого выпуска. Ни о чем не жалеют, чего добились медики Локтевской больницы после того, как рассказали СМИ о своих условиях труда. В протестной акции в Барнауле более 500 человек митинговали против роста тарифов на ЖКХ. Браки заключаются на небесах. В барнаульской колонии строгого режима обвенчались современные Бонни и Клайд. Итак, как стало известно, нашим корреспондентам в центральной больнице Горняка постепенно начали улучшать условия труда для работников скорой помощи. Об этом сообщили сами медики. Подвижки с их слов начались недавно после проверок ведомств и огласки в СМИ. Поэтому коллектив скорой нисколько не жалеет о том, что они начали отстаивать свои права. Напомним, конфликт в Локтевской центральной больнице назревал не один месяц. Сотрудники были недовольны убитой техникой, плохими условиями работы и маленькими зарплатами. Сегодня мы связались с представителем коллектива, которая рассказала, что перемены грядут. У нас начались небольшие изменения. У нас вывели машину, новую машину скорой медицинской помощи на линию. Также у нас написана и подана заявка на медицинскую одежду скорой помощи. Также сегодня состоялся переезд фельдшеров, медсестер и другое помещение. Ни капли, ни я, ни мой коллектив не жалеет, что мы обратились в СМИ. Мы поступаем по совести, как нас учили. Однако водителей в другое помещение, по словам Анастасии, пока не переселяют. И когда будет ремонт, неясно. Напомним, череда недовольств началась больше года назад. Так депутат АКЗС Павел Митрофанов в начале прошлого года уже посылал запрос в Минздрав и правительство края. «Неоднократно ко мне обращались жалобами специалисты среднего звена больницы. А я затем делал запросы местному прокурору о несоответствии должностных инструкций с обязанностями, что является явным упущением в работе главврача. Жалобы на Пратчикову поступали и в местные органы власти». Представители ведомств заверили, деятельность главврача держит на контроле Минздрав. Однако недовольства продолжали поступать и дальше. И в январе 23-го конфликт достиг своего пика. О ситуации в больнице узнал весь край. «Работаем и с одной, и с другой стороной. Вроде как договариваемся, и те, значит, ищут друг друга. Знаете, как дипломатия. Мы обязаны договориться. Это корпоративная культура определённая должна быть сформирована. К сожалению, всё это вымылось. Одна из лучших больниц Алтайского края в прошлом сегодня в таком состоянии. Комиссия уезжала в Минздрав, дала рекомендации. Ориентир дан им на апрель, по крайней мере по срокам, когда приедем уже с проверкой, насколько они реализовали наши рекомендации». Подвижки в сторону лучших условий для сотрудников больницы начались. Никаких репрессий в сторону коллектива не последовало. Но мы, в свою очередь, продолжим следить за событиями в Локтевском районе. Юлия Щепина. День с толком. Продолжаем следить и за ситуацией в Волчихе, где администрация приняла решение отказать жителям в проведении митинга. Напомним, люди решили митинговать за отставку главного врача ЦРБ. Мероприятие было запланировано на 19 февраля. Однако у администрации на эту дату в календаре оказалось другое событие – спортивное. Напомним, проблемы здравоохранения жителей Волчихинского волнуют давно. Но последней каплей стала смерть 7-летнего мальчика, скончавшегося в районной больнице. Больше 2000 подписей жители за отставку главврача передали не только в краевые ведомства, но и в следком РФ. Мы были переданы в два обращения, но в районе выстреклено. Обращение касалось конкретно ситуации медицины в Волчихинском районе. И отдельная ситуация со сверху в районках. И второе подобное обращение было перебирать в генпрокуратуру. Жители Волчихи тем временем намерены дальше добиваться проведения митинга. В Алтайский край прибыл заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин. Программа рабочего визита рассчитана на два дня. Так, сегодня Демешин в прокуратуре края провел личный прием граждан. После вместе с губернатором края Виктором Томенко выехал в Новоалтайск. Там высокие гости посетили вдову участника Великой Отечественной войны Василия Кирилловича Потехина. Пенсионерке вручили ключи от двухкомнатной, частично мобилированной квартиры в новостройке города. Завтра зампрокурора России примет участие в торжественном возложении цветов к памятному знаку у прокуратуры Алтайского края. После чего в профильном ведомстве проведет коллегию, где подведут итоги работы прокуратуры региона за прошлый год. Между тем, сотни барнаульцев вышли на митинг против роста тарифов на услуги ЖКХ. Напомним, второй раз за год тарифы повысили в конце 22-го. Скачок платежей в квитанциях вызвал волну негодования среди населения. С этого момента массовые акции протеста волной пошли по всей стране. Дошла очередь и до Барнаула. Наша съемочная группа побывала на митинге и готова поделиться подробностями. Мы пенсионеры уже вообще скоро не сможем платить за квартиру. За двухкомнатную квартиру отдавать 9 с лишним тысяч – это много. Несколько минут до старта, а люди все идут. Согласованный митинг против роста цен на тарифы ЖКХ проходит на периферии, в сквере, на потоке. Протестовать в центре города организаторам не разрешили. Судя по количеству собравшихся, та проблема, против которой мы сегодня вышли, не зависит место, где мы будем проводить. И сегодня пришли люди, чтобы выразить свой протест. Помимо барнаульцев на митинг приехали жители Заринска, Первомайского района, отдаленной Кулунды и Рабова. Резкий взлет тарифов на коммуналку объединил практически весь край. Невозможно тяжело, потому что те дотации, которые пенсионерам дают, это смешно. Если бы только повышались тарифы на ЖКХ, цены, к сожалению, везде и во всем растут. В этом главная тяжесть. Рост ЖКХ, который совершенно ничем и никак не оправдан, и совершенно никто не отчитывается перед людьми, куда пошли эти деньги, и только все больше и больше и больше, уже, конечно, всех очень сильно напрягают. То есть нужно как-то все-таки поворачиваться лицом к людям. По оценкам организаторов, протестовать вышли более 600 человек. Полицейские назвали цифру в несколько раз меньше – 270. Тем не менее, известно, что на мероприятии удалось собрать около 400 подписей за снижение тарифов. Многие горожане посчитали митинг хоть и полезным, но не совсем своевременным. Этот митинг надо было проводить тогда, когда только подняли вопрос о том, что будут самые высокие проценты тарифов у нас на Алтае. Самый бедный регион и самый высокий процент за тарифы. Нужно было это делать в ноябре. Сейчас вот это просто, я думаю, пафос какой-то, что ничего не будет. Если возвращаться к ЖКХ, ощутимо? А к ЖКХ-то что? Конечно, ощутимо. Ну, куда годится? Ну, вы послушайте, что они там делают. А толку-то, что? Да, ну, даже говори. Известно, что практически параллельно с барнаульским митингом в Камни-на-Аби прошла аналогичная акция, тоже согласованная. А что касается бейска, то организаторы уже третью неделю не могут согласовать митинг с властями. Провели несогласованные, выразили протест в гайд-парке, где можно собираться до 100 человек. На акцию вышло 40 бейсчан. Кстати, все собранные под резолюции, принятые на митингах подписи, организаторы направят в правительство России, прокуратуру, антимонопольную службу и еще ряд ведомств. Всего в резолюции 8 пунктов. Один из которых – требование лишить руководства регионов возможности дополнительно повышать тарифы. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Продолжим. Волна землетрясений докатилась до горного Алтая. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления МЧС. Землетрясение магнитудой 2,6 балла произошло в 73 километрах к северо-востоку от Ангудая. В зону подземных толчков населенные пункты не попали, никаких сотрясений местные жители не ощутили, в службу 112 не обращались. Стоит отметить, что для республики Алтай подземные колебания в принципе характерны, ведь регион входит в список сейсмоопасных. Алтайский бизнес с трудом перестраивается на новую систему оплаты налогов. Ее, а точнее единый налоговый счет, ввели в России с этого года для того, чтобы облегчить отчетность и оплату налогов перед службой. Но переход на новый механизм явно буксует, считают предприниматели края. С какими сложностями они столкнулись и на что просят обратить внимание разработчиков нововведения в сюжете Елены Макаренко. Налоги, сборы, авансовые платежи, страховые взносы, штрафы и пенни. Жизнь бухгалтеров, заверили разработчики единого налогового счета, с этого года станет проще. Вместо десятка платежек вносить суммы можно лишь единожды. При этом не нужно указывать ни вид платежа, ни сроки оплаты. Все автоматически распределят инспекторы. Единый налоговый счет – это такой виртуальный кошелек, в котором собираются все налоговые обязательства налогоплательщика. То есть платежи и, соответственно, задолженность. Там формируется единая сальда, оно может быть положительным, если деньги в этом кошельке есть, и отрицательным, если существует задолженность. Вместо 60 платежек одна, а значит минимум ошибок, говорят налоговики. Но бизнес изменения воспринимает в штыки, и поводов тому уже несколько. Прежде всего, предприниматели удивили суммы в январских платежках. Так те, кто, казалось бы, зашел в Новый год без просрочек, по новой системе вдруг оказались в числе больших должников. Я знаю, допустим, предпринимателем, с которым общался, у него не было задолженности по налогам в текущем периоде, но ему выставили 6 миллионов. Ну это как бы серьезно. Причем не очень большое и крупное предприятие. То есть для него это действительно такая шокирующая цифра. В налоговой признают, что пока сервис несовершенен. И сбои бывают, и некорректные суммы. В данный момент служба проводит индивидуальные сверки. И вскоре все недочеты обещают устранить. Ведомстве подчеркивают, они открыты для обращений. На время переходного периода для налогоплательщиков даже открыли горячие линии. В том числе инфоцентр в региональном отделении Народного фронта. Но если ошибки еще как-то можно попробовать доказать и исправить, то другую проблему, невозможность самостоятельно управлять платежками, можно только принять. И это бизнес удручает. Так если у компании или ИПшника накопились долги, то поступления пойдут сначала на их погашение и лишь потом на текущие платежи. Для предпринимателей была определенная лазейка, что по истечении трех лет, разбираясь налоговой, бывали такие истории, что необоснованно начисленные налоги, можно было их оспорить и так далее. Сейчас это, конечно, сложнее станет. И еще один нюанс, на который налогоплательщики просят обратить внимание разработчиков единого счета. Информационная безопасность ресурса. В условиях напряженных геополитических отношений, говорят предприниматели, защита сервисов, госструктур должна быть броневой. Налоговики успокаивают. Бизнесу в этом смысле переживать не стоит. Сегодня на федеральную налоговую службу, даже на наш официальный сайт, идет очень большое количество атак. Но, тем не менее, достаточно очень глубокая, очень сильная служба безопасности у нас работает на уровне федерации. И на сегодняшний день, и в принципе, нас заверяют, что очень все безопасно. Переходный период на новую систему оплаты налогов продлится до мая. В это время заверили в ведомстве, применять какие-либо санкции к налогоплательщикам не будут. Елена Макаренко, Александр Антропов. День с толком. Алтайский край ждет нашествие клещей. В этом году энтомологи прогнозируют высокую численность кровопийц. Об этом сообщают в Роспотребнадзоре. Пока клещи неактивные, находятся в состоянии оцепенения в почве. Но уже с установлением стойких плюсовых температур, члены стоногие проснутся и выйдут на охоту. В последние годы это происходило в конце марта и начале апреля. Каждый год около 10 тысяч жителей края обращаются за медицинской помощью из-за присасывания клеща. Учитывая все риски, специалисты призывают привиться против клещевого энцефалита, который поражает нервную систему, приводит к пролечу и иногда к летальному исходу. Накануне Дня всех влюбленных история необычной пары. В исправительной колонии номер 3 обвенчались осужденные и его уже вышедшие на свободу супруга. На территории колонии есть церковь, куда приходит священник и совершает таинство венчаний. По мнению сотрудников, такое событие помогает осужденным укрепить связь с близкими и показать, что дома их ждут родные. Не обещался или иной невесте? Не обещался. Эта парочка, как шутливо их называют сотрудники колонии, местные Бонни и Клайд. Супруги Клевакины вместе со школьной скамьи по жизни рука об руку. Также дружно чинили беспорядки. Он рецидивист. Она его верная единомышленница и муза. В июле 18-го оба совершили в кафе разбойное нападение на женщину с целью грабежа. Итог – 12 лет ему и 9 ей. Олегу сидеть до 29-го года. Анастасия освободилась раньше. У пары несовершеннолетний ребенок. Рассказывают, колючая проволока лишь укрепила их любовь. И вот сейчас пришли к тому, что пора официально перед Богом дать глядь. Думать я не стал, потому что мы действительно любим друг друга и хотим быть вместе. По словам Анастасии, решение обвенчаться – осознанное. Все 10 лет в браке я думала, но так как нам объяснили, что брак должен быть хотя бы 5 лет, чтобы уже прошло 5 лет в браке, тогда можно было венчание сделать. Венчал супругов отец Михаил. По его мнению, обряд за колючей проволокой ничем не отличается от обычного. Но готовиться к этому событию нужно со всей серьезностью. Ведь это навсегда. Супружеская пара, она должна вначале исповедоваться, причаститься, а потом венчаться. Роспись на бумаге – это в миру. А это брак на небе заключен. То есть и Господь, и Божья Матерь будут приглядывать за ними. И если регистрации брака в колонии случаются почти каждый месяц, то венчание скорее исключение. В этом году первое, да еще и выпало в канун Дня всех влюбленных. И перед днем рождения Анастасии. Для пары это событие особое. Но впереди годы ожиданий. Пока Анастасия работает и воспитывает общую с мужем дочь. Очень хочется второго ребенка. У нас в планах. И у нас дочка тоже ждет. Братик или сестренку очень просит. Она одна у нас. Венчание, как подчеркивают сами сотрудники колонии, серьезное напоминание для заключенных о том, что дома их ждут родные и любящие люди. А также стимул больше никогда не возвращаться в стены за колючей проволокой. Мария Мацаева, Дмитрий Денисов. День с толком. Музей истории космонавтики и астрономии может появиться в Барнаульском планетарии. Такую идею озвучил еще ее руководитель Павел Ягодкин еще летом. Но уже сейчас сотрудники готовы представить горожанам новые программы. Какие, расскажем в сюжете. Музыка во вселенной. 40 минут объемного, цифрованного, классического органа. Новая программа уже доступна. Композициями Баха, Моссарта и других французских средневековых композиторов может насладиться любой гость планетария. Идея новой программы принадлежит известному барнаульскому музыканту Сергею Буткееву. Что может быть лучше? Звездного неба или солнечного дня. Поэтому орган – это естественная часть Вселенной. И поэтому органная музыка, она должна звучать планетарией. Слушать музыку, созерцая вот это небо и как бы находясь внутри этой космической сферы, тоже получается более эффективно, эмоционально более глубоко. Поэтому орган и планетарий, мне кажется, они созданы друг для друга. И это далеко не единственное новшество, которое ждет горожан в новом году. В планетарии откроются два зала, где будут проходить образовательные лекции, виртуальные выставки, в планах также благоустроить фасад и прилегающую территорию планетария. К слову, глава города, который побывал на презентации музыкальной программы, отметил, что в новом здании планетария работает всего год, а его посетило уже более 87 тысяч человек. Планетарий сегодня интегрирован в образовательный процесс. Его посещают школьники. Не только школьники города Барнаула. Есть экскурсии, приезжают школьники других наших городов. Не только Алтайского края, но в целом и Сибири. Сейчас в планетарии подготовлены программы ко дню космонавтики, дню Земли, дню защиты детей и многое другое. Всего более 40 образовательно-просветительских программ для детей и взрослых. Дмитрий Дроздов, День с толком. К неприятным новостям из мира спорта. Алтайский хоккеист лишился почки во время матча в Самаре. Игрок хоккейного клуба «Динамо Алтай» Егор Стронов после столкновения с соперником ударился о борт и получил серьезную травму. Защитника госпитализировали в местную больницу и в ходе обследования выявили повреждения левой почки. Во время операции спасти орган врачам не удалось. Сейчас состояние спортсмена оценивается как стабильно тяжелое. Ему оказывают всю необходимую помощь. На этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях, на YouTube и YouTube-канале. Для вас работает телефон нашей редакции. Я его напомню. 205-545. Обязательно звоните. Но через несколько секунд по традиции о погоде спонсор прогноза компании «Валар». До встречи! Продолжение следует...